Всем привет! И сегодня у меня заключительная серия моего шестисерийного сериала. Сегодня я покажу вам, как я пересаживаю мою последнюю орхидею. Кстати, эту орхидею я пересадила первой, но почему-то мотивирую ролик самый последний. Но это не важно, это все равно очень красивая орхидея, и вот что у меня получилось. И сегодня мы пересаживаем вот такую вот гадатлию. Это тоже миниатюрные котлея, миниатюрная орхидейка. И это называется Ruby Red, потому что она должна цвести красными-красными цветами. И по размеру она уже, вот это уже взрослое растение, больше оно не вырастет. Я люблю пересаживать в прозрачные контейнеры, потому что я очень люблю смотреть, как растут корни. И как и предыдущая орхидея, эта орхидея у меня не вылазит из горшочка, поэтому я ее решила немного размочить, буквально 5-6 минут. И все вытащилось очень хорошо. Я в полном восторге, корни выглядят довольно прилично. Сейчас я вытащу весь старый субстрат, потому что я уже вижу, что горшочек был маловат. И самое время пересадить в новый. И хочу вам показать внутри нашу любимую губку. И пенопласт. Ну, короче, полный набор. И хочу также показать, что в этом случае, этого я еще не видела, губка, она не просто там внутри, она является частью субстрата. Ну, то есть, кто-то очень интересно намешал эксперимент. Это кора, поролон и пенопласт. Офигительское соединение. Я такого еще не видела. То есть, это первый раз. И внутри корни тоже уже немного сухие, но я вижу очень много хороших корней, и это очень радует. И вот так вот выглядит моя орхидея после того, как я убрала весь субстрат. К моему удивлению, то это первый раз я вижу котлею с корнями. Эти корни очень крепко держат маленький субстрат. И отковыривать его будет очень драматично для корней. И, в принципе, он не в плохом состоянии. Я его просто оставлю. Традиционно все обработаю физаном. Это рекомендую. И мы поставим его в кашпо, традиционно. И польем витаминной водичкой. И после того, как она у нас настоялась и намокла, мы ее вытаскиваем из кашпо, даем ей хорошо стечь и ставим ее на место там, где она должна будет стоять. Котлею нужно очень хорошее освещение, поэтому я ее ставлю поближе к окошку, там, где у меня стоят другие котлеи. И на этом все. Надеюсь, вам было интересно. Желаю всем хорошего настроения. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры создавал DimaTorzok